Вне времени и пространства здание фабрика кухни с богатой историей. И именно поэтому в 2010-м оно было признано объектом уникальной советской архитектуры, а в 2016-м объектом культурного наследия федерального значения. Чего только не застали стены в виде серпа и молота промышленной Самары. Именно в виде знаменитого советского символа выполнена постройка начала 20-го века. Раньше здесь располагался комбинат питания, в 90-х появились торговые ряды. Здесь располагались также спортзалы, офисы и даже ночной клуб. В ближайшем будущем откроется филиал Государственной Третьяковской галереи. Из-за конструктивных особенностей подход к экспозиции здесь будет совершенно иной. Она будет полностью адаптирована под современного посетителя. Вся галерея будет разделена на два ключевых пространства – выставочная зона и лаунж, где посетители смогут обсудить увиденное. Последнее необходимо для того, чтобы зритель возвращался снова и снова, уверены эксперты. Оборудуют филиали, кинозал, просторный лекционный кабинет и реставрационные мастерские для самарских художников. Еще одним интересным проектом будет арт-резиденция, где приезжий в город художник будет открыто для публики писать картины и проводить мастер-класс. С точки зрения современного человека, попробовать поговорить с вами, со мной, на нашем языке об этом искусстве, что оно нам лично дает. И в этом смысле очень важна подготовительная работа и научных сотрудников, и реставраторов. Кроме самого филиала, который должны отреставрировать и открыть до 2022 года, в Самаре появится офис руководства. С его местом пока не определились, однако известно, что там тоже будут работать творческие площадки. Мария Левина, Николай Епифанов, События.